приветствую мы на добрынских переулках и в его 4 я думаю что нам имеет смысл осмотреть их и вместе они небольшие а по некоторым практически не числась никаких объектов но я имею прежде всего второй и третьей переулки а вот ну и в общем находятся они компактно довольно-таки рядом друг другу и в районах москва речья и киманка около садового кольца точнее между садовым кольцом и улицами мытная и люсин а вот ну а садовое кольцо это между серопухарской площадью и калужской площади вот неподалеку находится станция метро добрынинска вот между первым и четвертым добрынинскими переулками находится морозовская детская больница ну наверно самая известная детская больница в москве да и не только мы по первому добрынинскому переулку осуществляется односкороннее движение мобильного транспорта по одной полосе в сторону третьего люсиновского переулка а по этому добрынинскому переулку распространяется односторонние движения перемен транспорта кто одной площадь в сторону вот 1 добрынинскому переулков к мультной улице ну а по второму и третьему переулку там хотя и двух сторонней для моего транспорта но она практически от абсолютно это касается конечно третьего тело по которому движение вовсе перекрыта кроме специальных машин и но по второму совсем маленький, и там движение минимальное. По сути, он тупиковый переулок. Длина первого переулка, наверное, такого самого основного, составляет 650 метров. Второй, третий примерно по 150 метров. Где-то 100-150. И четвертый переулок в районе 350 метров. До 1352 года эти переулки назывались 1, 2, 3, 4 коровьи переулки, потому что в 18 веке тут находился как раз рядом с Садовым кольцом, где улица Король-Ювал сейчас проходит, как раз рядом с этими переулками, находился животинный или скотный двор, где продавали в основном коров. Типа рынка такой был, сюда приводили коров, еще называли скотопрогонный, пригоняли сюда коров на продажу, и вот пришла торговля. И потому назвали их корольными. Ну, в 1552 году, ну, очевидно, из-за неблагозвучности, ну, во-первых, рынка уже давно нет, ну, и особенно из-за неблагозвучности переименовали его эти переулки в Добрынинске, потому что они находятся около Добрынинской площади, которая сейчас, правда, называется Теркуховская. А раньше была Добрынинская. Ну, а метро Добрынинская так осталось. Вот, что касается строений, то, ну, в общем-то, в основном они находятся на первом и на четвертом переулке. Первый переулок начинается и справа и слева двух бизнес-центров, вот, которые числятся по улице Король-Ювал. А далее идет с правой стороны бывшее здание колледжа малого бизнеса по Дону-4. Когда-то построено здание было еще в конце 19 века, когда-то это была гимназия. Ну, а сейчас это здание заброшено и хотят его снести и построить здесь современный офисный центр. И затем идет две пятиэтажки. Одна выходит непосредственно в проезжую часть вот этого первого переулка, а другая чуть-чуть находится в глубине, но они числятся по третьему Добрынинскому переулку. Это единственные дома, жилые дома, они были построены в 359-360 году, которые числятся по третьему Добрынинскому переулку. Единственный объект, больше ничего, только два жилых дома чего по нему текли. Затем идет пятиэтажный жилой дом за ними, дальше по правой стороне по номерам 6, в 360-м году построить. И затем четырехэтажный дом с мансардой. Это бывший клубный дом Pleasant House под номером 8, а бывший был доходный дом в начале 20-го века, а потом был реконструирован уже под элитное жилье в 2015-м году. Затем идет пятиэтажный еще один жилой дом на углу с четвертым Добрынинским переулком. Под номером 10 берут два, то есть 10 по первому переулку и два по четвертым. Построен он был в 1958-м году. То есть мы видим, здесь довольно много пятиэтажек, построенных в 1950-х, в начале 60-х годов. Справа найдет двухэтажное здание под номером 10, стандартное, в 1986-м году построено. Дальше идет интересное такое офисное одно-двухэтажное здание, то есть там разнообъемная часть здания одноэтажная, повышенная двухэтажная там сзади. И это здание известно с 17 века. Очевидно, когда-то это были палаты, но потом потихонечку сменялись владельцы и в итоге оно стало офисом. И заканчивается этот период первой слева зданием ГИБДД, одного из подразделений, который через полюсинок вольца, проходящий неподалеку. Вот. Ну, а как я сказал уже в общем пространство между правой стороны, между четвертым переулком и первым занимает детско-моровская больница, которая учитывается по четвертому переулку. На четвертый переулк начинается от первого, как и с пятиэтажного дома, дальше идет здесь на протяжении слева идет больница, а справа идет помимо жилого дома пятиэтажного идет поликлиника МИДа, здесь много МИДовских зданий неподалеку, потому что, собственно, центр города, наверное, понятно, вот, поликлиника МИДа, ну, в общем, обычно стандартное семиэтажное здание, по-трому-четыре, правда, довольно такое хорошо выглядящее, тот же, по-тему, постоянно обновляют, далее идет четырехэтажный жилой дом, по-друге-шесть, вот, когда-то это было посольство Ирака, и дальше здесь вот четвертый переулк, такой второй, второй Добрынинский переулок, по которому числится всего один объект, это пятиэтажный жилой дом, с правой стороны, 357-го года, постройки, вот, ну, а слева тут находится, собственно, жилой дом МИДа, тоже вот, МИДовский объект, находится между вторым и четвертым Добрынинскими переулками, вот, по номерам 8, по четвертому Добрынинскому переулку, в 2008 году построен 16-этажное здание, но здесь, помимо жилых домов, квартиру находят еще и офисы разных дипломатических представительств, ну, и очевидные страны государства, ну, и, собственно, всего, и второй метрый переулк, он фактически тупиковый, он приводит к такому большому злому дому, огороженному, как раз, из по улице Королевал, и дальше там идет офисное переулк попасть невозможно, просто, только по пропускам, там, КПП находится, и, соответственно, пропускает только, ну, машина, людей, тоже, но, по пропускам, так что, третий переулк, попасть, фактически, ну, да, столько-то, посмотреть, можно, из-за решеточки, вот, ну, и все, ну, и, что касается Морозовской детской больницы, то она, чисто по номерам 1, по четвертому Добрынинскому переулку, и была она открыта в 2003 году, вот, на средства купца Морозова, и, к настоящему времени, имеет 28 разных лечебных отделений, вот, больше тысячи коек, вот, то есть, очень много разных объектов на ее территории, часть сохранилась от начала 20 века, ну, а часть уже современные объекты, ну, и считается, в общем, по-моему, наряду с Филатовской больницей, ну, ну, одной из центральных детских больниц нашего города. Вот, ну, естественно, там территория огорожена, на нее, конечно, просто так не попадешь, там, только по пропускам, или, там, кому-то, детям, там, приходят родители, родственники, и так далее, ну, понятно, нужно какое-то основание. Вот, ну, как мы видим, здесь довольно много разных объектов, каких-то особых достатчательств здесь мало, ну, разве что, вот, может быть, здание, естественно, 15 века офисное, по первому переулку, ну, с другой стороны, есть некоторые здания, постепенно они перестраиваются, реконструируются, уже по современной особняке, что произошло, например, и с домом, высшим доходным домом, по номер 8, на первом Добрынском переулке, который был передел в клубный дом, Лезенхау, в 2015 году, ну, и так далее, так что, ну, каких-то особых достатчательств здесь нет, а то сфера здесь довольно тяжелая, потому что много таких очень, ну, естественно, все очень непрестижное, все очень дорогое, больница, то есть, много всяких таких вот, элитных домов непростых, всяких вот, конечно, есть оставящиеся в пятиэтажке, какие-то, вот, последние, да, но в целом, так, конечно, довольно здесь напряженная атмосфера, для прогулок, конечно, вперед, как-то не приспособлено, зеленых зон особенного нет, так что, ну, смотрите, как имеет ли смысл сюда приезжать, что здесь может, так сказать, привлечь ваше внимание, ну, если вы пожелаете, в принципе, самый лучший вариант от метро Добрыненской, пройти пешком, вот, через Мытную улицу, лучше, даже через Люсиновскую, ну, и дальше уже, как-то, выйти сюда, вот, вообще, транспорт ни по одному из переулков не проезжает, поэтому, в общем, проехать можно только через Люсиновскую или Мытную улицу, ну, Садовое кольцо, понятно, там, в принципе, находится, как раз, метро Добрыненская, приятных прогулок, и до новых встреч, на Путиху. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...